Работа с хромакей в Sony Vegas Итак, у нас есть два файла Это футаж в разрешении 1920х1080 И фон в чуть меньшем разрешении Но это нас не беспокоит Создаем новый проект Заходим в свойства И выставляем настройки проекта Выставляем прогрессивную развертку 32 бита с плавающей запятой Лучшее качество 24 кадра в секунду И нажимаем ОК Теперь импортируем файлы в проект Кидаем наш футаж на таймлайн И также отдельной дорожкой закидываем фон На данный момент фон нам не понадобится Поэтому отключаем его Создаем белый слой И подкладываем его под наше видео Теперь кадрируем наше изображение Примерно так Примерно так Заходим в эффекты Хромакеер И применяем дефолтный эффект к видео Теперь отключаем эффект По умолчанию здесь стоит ярко-синий цвет Нам же для лучшей обработки нужно выбрать цвет Максимально подходящий нашему фону Поэтому мы выбираем пипетку и щелкаем по фону И применяем эффект Примерно так Теперь для качественной обработки нам нужно поставить галочку Show mask only Таким образом мы видим только область применения эффекта Черный цвет это то, что будет вырезано Белый цвет то, что останется На данный момент изображение выглядит серым Поэтому нам нужно изменить настройки в лучшую сторону Берем ползунок Low Threshold И двигаем его таким образом, чтобы весь фон стал черным Отлично, это означает, что фон полностью будет вырезан Теперь с оставшимся изображением Если оставить все в таком варианте Изображение будет полупрозрачным, так как часть цветов вырезана Поэтому мы должны использовать следующий ползунок High Threshold И сдвинуть его до такого положения, чтобы все наше изображение стало белым Теперь мы видим настроенный эффект Черные области будут вырезаны, белые области останутся И сейчас мы можем отключить маску и посмотреть на результат Также здесь есть параметр Размытие Не рекомендую ставить его на слишком большие значения Так как изображение будет выглядеть плохо Включаем наш белый фон и смотрим качество эффекта По-моему неплохо Теперь займемся фоном Для начала нам нужно сдвинуть фон вверх Примерно так Теперь добавим немного размытия Так как у нас общий план Не стоит делать слишком большое размытие Большие размытия подойдут на крупных планах Примерно 100 Или даже 60 Да, вот так пойдет Теперь нам осталось немного поиграть с цветокоррекцией Чтобы передний план лучше сочетался с фоном Возьмем яркость и контраст И немного понизим значение Теперь немного ослабим цвета И напоследок можно поиграть с кривыми Например, выбираем красный цвет И пробуем убрать красных тонов Таким же образом зеленый Вообще по цветокоррекции существует множество уроков Но я все это делаю на глаз Такой результат у нас получается Теперь выставляем лучшее качество И рендерим видео Выбираем формат Интернет 1080p 24 кадра в секунду И нажимаем ОК Рендеринг Ну а на этом все Если вам понравилось видео Ставьте палец вверх Подписывайтесь на канал До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok